Несмотря на то, что в календаре март месяц, а значит наступила весна, зима не спешит покидать наш регион. Наступившее похолодание вместе с выпавшим снегом вновь высветило проблему некачественной уборки ЕХВИ. Новые подрядчики не спешат с уборкой как проезжей части, так и тротуаров. Возможно, это простая экономия средств волосного бюджета, и работы по расчистке ЕХВИ сознательно приостанавливаются, ведь оплата производится непонятно по каким критериям. Сегодня от волосного управления не удается получить информацию о подрядчиках, с кем заключены договоры и сколько таких подрядчиков, хотя такая информация является публичной. А пока мы вынуждены лишь констатировать факты о некачественной уборке даже центральных улиц, раквере, нарваманте, яма и тротуаров. Интересно, волосная власть также придирчиво отнесется к работе нынешних подрядчиков и выпишет штрафы за неубранные улицы или простит и произведет оплату невыполненных работ. Согласно требованиям предыдущего контракта, к утру должна производиться уборка остановок общественного транспорта, расчистка тротуаров, борьба с гололедицей и обработка проезжей части реагентами, чтобы не образовывался накат. На прошедшем волосном собрании депутаты дали право волосному управлению подготовить и провести тендер на обслуживание волосных дорог и зеленых зон на 2022-2026 годы. Однако уже сейчас обозначились разные подходы при составлении условий предстоящего конкурса. Оппозиционные депутаты считают, что в условиях предстоящего конкурса должна прослеживаться в первую очередь польза для волости и ее жителей. Поэтому настойчивая забота, проявляемая правящей коалицией о коммерческой выгодности данного контракта для потенциального победителя, выглядит странно, если условия будущего тендера не пишутся под конкретную фирму. Не проводя подробного анализа ошибок прошлого конкурса, механизмов контроля за исполнением работ со стороны заказчика, жители волости вновь рискуют оказаться заложниками политических игрищ со стороны команды Марис Томель. И как долго будет продолжаться подобное положение дел волости, не знает никто, ведь специалистов, способных организовать уборку в волости, пока не видно. Дилентантизм и политическая ангажированность правящей коалиции ИХВИ не позволяет найти эффективного выхода из создавшейся ситуации.